Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и таки взял я Realme C3, в прямом смысле этого слова. К сожалению, заказать его на том же самом Алиэкспресс у меня не получилось, я ждал до последнего, но он так и не появляется там почему-то. Так что я одел химзащиту, вышел на улицу и добрался до ближайшего, так сказать, магазинчика местного. Не буду говорить в каком именно я брал в магазине, потому что плюс-минус Realme C3 у нас в стране продается по одинаковой цене, это в районе 9900 рублей, опять же плюс-минус. А на Али, почему он не появляется, честно говоря, не знаю, потому что там бы он стоил вообще, я думаю, тысяч 8, хотя с этим курсом, я не знаю, в общем, все актуальные цены на данный аппарат будут в описании под этим роликом, если он на Алишке появился, то даже я добавлю ссылку на Али. И, повторюсь, аппарат местный полностью, то есть даже все на русском языке, это у нас версия 3 гигабайта оперативки, 64 накопитель, хотя, опять же, других версий я у нас и не видел. Но погодите, кстати, к этому смартфону можно получить, например, вот такой вот стилевый фитнес-браслет практически бесплатно. Как? Очень просто, выбираем нужный товар на Али, добавляем его в корзину, нажимаем оплатить и вводим промокод, который я оставил в описании под этим роликом, и вот этот без того дешевый браслет выходит нам практически бесплатно. Ну, согласитесь, получается довольно выгодно. Кстати, данный промокод действует не только на этот браслет, но и на абсолютно любой другой товар с Алиэкспресс, так что при желании можно потратить его вообще на все, что угодно. Однако, этот купон действует только для новых пользователей Алиэкспресс, так что регистрируем своих друзей, братьев, сестер, дедушек, бабушек и вперед. Ну, а для вас в описании под этим видео я составил новую интересную подборку с крутыми гаджетами и товарами, которые благодаря этой самой скидке можно получить вообще чуть ли не бесплатно. Я сам пользуюсь данной фичей, поэтому советую и вам. Ну, а мы продолжаем. Так, тут, разумеется, все без пломб, как есть, я посмотрел на него в магазине. И вот так вот все это дело выглядит. Комплектация все желтое, яркое, пестрое, можно сказать, жизнерадостное, хоть где-то что-то, блин. Так, и смотрим, что у нас тут. Скрепка для отверстия симулятка и, конечно же, набор фирменной макулатуры. К сожалению, мне кажется, тут никакого чехла нет. Сам аппарат в нашем случае вот в таком вот шикарном переливающемся градиенте, как будто вот это вот у нас солнце и от него исходят лучи. Не, смотрится прикольно. Еще он в красном цвете идет, но красного не было. Я хотел, честно говоря, взять красный, потому что синих телефонов, вот сейчас вы посмотрите, у меня просто куча, а вот красных нет. И он был бы довольно неплохо. Прикольный вариантиц, хотя, опять же, в синем исполнении тоже огонь. Так, тут у нас сканер отпечатков пальцев и задняя крышка имеет, слушайте, ой, сейчас. Слышите? Вот такая вот текстурка используется. Конечно же, все это будет немножко забиваться грязью, хотя, ну, зато никаких отпечатков пальцев абсолютно не будет у нас здесь. Что у нас дальше по комплектации? Подложка. Так, следом у нас блок зарядного устройства у нас здесь. Надеюсь, с поддержкой быстрой зарядки, вот тут укажу, есть она тут или нет, сколько ватт. Так, ну и, конечно же, USB, о боже, о боги-боги. Мне кажется, там, да, это у нас microUSB, последний, последний смартфон из современных от Realme, который у нас идет с microUSB, хотя нет, подождите, там же и Realme 5, и 5, а они тоже идут с microUSB, так что это я погорячился. Так, все. Да, действительно, все, никаких бонус-уровней тут нет. Так, в принципе, комплектация более-менее нормальная, не скажу, что она богатая, но, опять же, смартфончик у нас бюджетный. Давайте-ка я избавлюсь от всех этих транспортировочных пленок, мы рассмотрим внешний вид нашего сегодняшнего героя более подробно. На лицевой стороне Realme C3 находится классический каплевидный вырез, внутри которого у нас расположился глазок фронтальной камеры, далее сверху идет разговорный динамик и датчики, ну и, собственно говоря, дисплей с диагональю в 6,5 дюйма. Справа у нас находится кнопка включения. На левой же грани девайса у нас находятся две клавиши регулировки громкости и практичный слот, которым установить две на сим-карты и карточку памяти. Сверху ничего нет. На нижней же грани у нас находится прорезь динамика громкоговорителя, microUSB порт, микрофон и разъем 3,5 мм для подключения наушников. Ну и на тыльной стороне нашего подопытного находятся сразу три глазка основной камеры, вспышка, сканер отпечатков пальцев и логотип компании Realme. Ну и, как я уже говорил, тут еще у нас находится такой довольно стильный лучезарный градиент. Что ж, с внешним видом этого красавца мы разобрались. В принципе, как я уже неоднократно повторял, смартфон выглядит довольно достойно, даже интересно и должен кое-как выделяться на фоне других устройств, хотя они сейчас все выделяются, ну, с задней стороны, потому что лицевая у нас у всех одинаковая, грубо говоря. Так, давайте-ка сравним его с основными конкурентами. На мой взгляд, это, конечно же, Redmi 8. Цена плюс-минус схожа. Redmi у нас имеет немножко другой градиент и в целом строение задней крышки можете оценить. Написать в комментариях, какой смартфон вам нравится больше. Так, что дальше у нас? Еще один прямой конкурент, так сказать, а внутренний, это Realme 5. Ну, Realme 5 я брал в Китае в районе 130 баксов, это по нынешнему курсу немножко больше, чем Realme C3. И он у нас идет на 665 Snapdragon, для игр он, честно говоря, ну, в принципе, неплохо. Мне вот интересно, на что способен G70, потому что в Antutu он набирает для своей цены просто жесть какую-то. Ну, должен набирать, сейчас мы тоже это все проверим. Ну, а рисунки у них, конечно же, тоже довольно разнообразные. Тоже пишите, какой вам нравится больше из этих. Ну, и разумеется, вот такой вот имба-смартфон. Угадайте, кто это? Да, верно, это Lenovo Z5S. Смартфон, который стоит в районе 100 баксов. Это лучшее решение для игр за сотку, потому что тут находится 710 Snapdragon. Ну, конечно же, мы их, так сказать, сведем в битве, посмотрим, кто из них кого. Но мне что-то кажется... Ладно, не буду заглядывать в будущее. Уже, так сказать, тесты всех рассудят. Собственно, что хочу отметить, то, что я хожу с данным аппаратом уже около двух недель. И я не скажу, что прошивка родная. Да, я хожу до сих пор на родной прошивке, но обязательно сделаю видео по перепрошивке сего аппарата. Например, на Lineage OS на 10-ом Android деле, на MIUI 11. Пишите в комментариях тоже, какую прошивку мне поставить на сей аппарат. Так вот, хожу две недели с ним, и никаких ужасных багов или каких-то зависаний, ничего плохого. Прям даже про родную глобальную прошивку я сказать не могу. То есть, в принципе, пользоваться можно. Но в народе говорят, что она просто ужас. Не знаю. В общем, я пользуюсь, ничего ужасного в ней пока не нашел. Так, и что, дорогие друзья, в принципе, мы сравнили с аппаратами, близкими по ценнику. И вот так вот, вот такое у нас получилось небольшое сравнение. А сейчас давайте-ка попробуем запуститься после... Хотел сказать дальней дороги. Да, дальней дороги, которая заняла у меня буквально 5 минут до дома. Поэтому, в общем, девайс у нас должен быть на 10-ом андроиде. Сейчас он запустится. Я пройду все необходимые быстрые настройки, и мы продолжим. Итак, наш герой запустился. Враги подают даже какие-то признаки жизни. И что ж, в принципе, все довольно бодренько работает для первого старта. Единственное, что когда я его запускал и настраивал, я увидел то, что смартфон идет у нас уже на Realme UI. То есть, предыдущие аппараты от Realme у нас шли на ColorOS. Хотя, если честно, то особо в глаза какие-то изменения не бросаются. Да, вот перерисовали кое-какие ярлычки, еще где-то что-то, шторка. Ну, плюс... Да, тоже. В общем, по сути, это более освеженная, можно сказать, та же самая ColorOS. Давайте-ка зайдем о телефоне. Посмотрим, что у нас тут. Realme C3, Realme UI версии 1.0, 10-й Android используется, 3 ГБ оперативки, процессор Helio G70. 49 ГБ у нас доступно из коробки. Напомним то, что смартфон обладает еще и отдельным слотом под карточку памяти. Это плюс моделька RMX 2020. И, собственно говоря, больше ничего такого интересного. Давайте-ка покликаем на десяточку. Да, все на месте. Давайте... Интересно, что можно отдельного составить из этого набора символов? Ну, я не знаю. Так, давайте-ка назад. И, как я уже сказал, в принципе... Ну, не летает, чтобы прям супер-оболочка, но довольно неплохая. Вот ColorOS мне чуть-почуть уже начала нравиться. И, точнее, просто к ней начинаю привыкать. Потому что я фанат стока от Гугла. И всевозможные вот эти перерисовки какие-то свои... Я их не особо уважаю. Ну, опять же, как говорится, на вкус и цвет. Что еще хочу вам быстренько показать? Давайте-ка я сейчас поставлю на него Antutu и посмотрим, ну, собственно говоря, для чего я покупался сей аппарат. Надо проверить его производительность. Все-таки Helio G70. Это новый чип. Ну, он переделан из какого-то старого. Как всегда это делается у нас. И, собственно, посмотрим, на что же он способен. Для этого я сейчас скину с компьютера Antutu, потому что в Play Market его нет. Да, это полностью глобальное устройство. Все Google сервисы у нас присутствуют на борту. И даже у нас, я смотрю, включен... А где он включен? Значок NFC есть, а тут его нема. Так, зайдем в настройки. Я должен вам показать то, что тут у нас есть NFC. Так, вот сюда вот. И да, действительно, вот он, NFC. И работает он с Google Pay. Даже вот такая вот тут должна быть... Да, небольшая анимация, пример работы. Собственно, инструкция. Так, ну и я отправляюсь к компьютеру, скидываю Antutu, и мы смотрим, сколько попугаев он набирает. Итак, дорогие друзья, угадайте-ка, сколько набирает этот маленький монстр. А набирает он 186 391 очко. Не сказать то, чтобы я прям жутко удивлен, но в целом, учитывая ценник данного аппарата, показатели довольно-таки неплохи. Для сравнения, сейчас я возьму тот же Redmi 8. Redmi 8A тоже набирает примерно столько же, как и Redmi 8. У них одинаковый процессор используется. А набирает он 92 тысячи, что примерно пополам. Ну, это довольно весомый аргумент. Хотя стоят смартфоны практически одинаково. Так, далее у нас идёт Realme 5. Realme 5 у нас тоже немножко послабее процентов на 5-10. Ну, около того. Ну и, разумеется, король бюджетного сегмента в районе 100 баксов. Это, конечно же, Lenovo Z5s. Он набирает 204 балла. Это, безусловно, лидер относительно всех устройств с этим ценником, которые были у меня на обзоре. Ну, и в играх, как я уже говорил, да и вы видели сами, судя по тестам, он ведёт себя отлично. Так, что ещё хочу отметить? То, что, ну, в оправдание данному аппарату, опять же, привожу цену. И, конечно же, то, что, например, тот же Galaxy A51, который стоит в районе 20-ки, набирает 170 и того меньше. Да и Realme 8 тоже набирает поменьше. Ну, короче, много аппаратов, которые будут в синтетике послабее. Но, что же касается игр, то тут, конечно же, нужны тесты. И не простые тесты, а с FPS, нагревом и, конечно же, многочасовым троттлинг-забегом. Ну, а если вы хотите, чтобы я сделал данный тест как можно скорее, у нас есть такая рубрика. Кто не знает, ну, милости прошу на канал. У нас каждый второй выпуск – это игротест подобного плана. Так что, ребят, в общем, набираем 1000 лайков, и я пилю большой игротест на данный аппарат уже, ну, как только наберём, так и запилю. Вот сегодня наберём, завтра запилю, а послезавтра наберём, после-послезавтра запилю. Блин, сложные слова какие-то мне попадаются. В общем, дорогие друзья, поддерживаем инициативу лайками и, разумеется, одобряющими комментариями. Ну, а в полном обзоре данного аппарата уже будет больше примеров синтетики и других тестов. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание, так это на экран. Да, тут, разумеется, используется бюджетная матрица. Сейчас мы выкрутим яркости на максимум. Вот так вот. И хочу вам сказать то, что вот я приглядывался, пытался высмотреть пиксели. Блин, ребят, матрица тут используется одна из лучших HD+, которую я только видел. Вот не реклама, потому что, опять же, я даже не знаю, оставлять ли на него ссылки. Ну, в принципе, вы можете купить его в любом местном магазине. Но экранчик, опять же, для HD+, именно для HD+, тут вполне себе неплохой. Конечно же, при максимальных наклонах будет присутствовать небольшая инверсия. Это свойственно всем IPS-матрицам. От этого никуда не деться. Но экранчик мне нравится. Если приклятываться, конечно, можно увидеть какую-то зернистость. Но я уже человек старый, я нифига не вижу. Поэтому мне, ну, для меня экран приятный. Конечно же, если бы рядом сопоставить с ним устройство с Full HD. Давайте-ка сейчас, у меня что-то есть неподалеку. Линовка. Так, назад. И, ну, если только приглядываться и всматриваться в пиксели, тогда разница будет. Но я ожидал то, что я возьму аппарат 6,5 дюйма, и у меня просто пиксель. Я буду знать каждый пиксель в лицо. Но, к сожалению, или к счастью, этого не происходит. Вот. И, в целом, экранчик тут, учитывая цену, тоже вполне себе ничего. Ну, и напоследок, конечно же, пара слов о камере, дорогие друзья. Ну, интерфейс тут у нас привычный от компании Realme. То есть, в ColorOS встречалась точно такая же камера. Что у нас тут есть? Есть зум двухкратный, зум по всей видимости четырёхкратный. К сожалению, тут нет ширика. Вот лучше бы сюда вкорячили ширик, потому что шириком я пользуюсь гораздо чаще, чем каким-то четырёхкратным зумом, который, собственно говоря, цифровой. Меня интересует, есть ли тут 4K. Если тут 4K, то, конечно, это вообще золото, а не аппарат. Нет, к сожалению, только в Full HD. Я надеюсь, что тут присутствует какая-никакая стабилизация. Потому что, если стаба нет и только Full HD 30 кадров в секунду, то для видеосъёмки, конечно, аппарат, ну, средненький получается. Ладно, дорогие друзья, давайте-ка я возьму все смартфоны в охапку, которые я вам только что показывал, потому что это прямые конкуренты Realme C3. И, собственно, отправлюсь в это опасное путешествие за пределы комнаты. Да, дорогие друзья, придётся мне ради вас на это пойти. Ну и, собственно, сведу данные аппараты в некотором сравнении. Разумеется, в более позднем полном обзоре, который выйдет на канале примерно через 2-3 недели эксплуатации данного аппарата, разумеется, с ним надо походить подольше, чтобы полностью прочувствовать, я уже там приведу большее количество фото и видео файлов, и, разумеется, все остальные выводы по этому делу. Ну а сейчас сэмплы в студию. Тест записи видеокамеры смартфона Realme C3. Запись ведётся в классическом разрешении для бюджетных устройств, это Full HD, 30 кадров в секунду, используется соотношение сторон 16 к 9. Также у нас нет никакой системы стабилизации, ни цифровой, ни электронной. Сейчас с этим обычным прогулочным шагом можете оценить качество картинки. Из плюсов могу отметить то, что непосредственно во время съёмки можно зумировать изображение не только пальцами, а специальными клавишами. Сейчас жму X2. Вот у нас двукратный зум, тоже цифровой получается, и четырёхкратный. Вот так вот выглядит четырёхкратное увеличение. Увеличение возвращаемся. Ну а ширика тут нет. Ну и напоследок давайте-ка проверим систему фокусировки. Макро. Давай сам. Ага, есть. На горизонт. Немножко думает, конечно. И ещё раз макро. И ещё раз на горизонт. И ещё раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас запись идёт уже на переднюю камеру смартфона Realme C3. И запись идёт опять же в Full HD разрешении. К сожалению, только 30 кадров в секунду, и никакой вам стабилизации на фронталке нет. А что ещё хочу отметить, то что для скайпа, ватсапа, каких-то небольших видеозарисовок камерам вполне сгодится, для видеоблогинга, но под большим вопросом. Кстати, сейчас дует довольно сильный ветер, ребята, и если меня слышно, значит шамадав отрабатывает на достойном уровне. Ну и вы в целом можете понять, как у нас снимает передняя камера данного девайса. Всё. Ну и, дорогие друзья, я, разумеется, вернулся. Переживать не стоит. И на этой ноте, я думаю, мы будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить большой палец вверх. Подписываемся на канал, жмём на колокольчик, чтобы пропускать новые видео. А также оставляем комментарии под этим видео. С радостью постараюсь ответить всем. Ну и, конечно же, дорогие друзья, посещаем мою группу ВКонтакте и мой Инстаграм. Там я публиковал фото CAC-устройств, которые приходят ко мне на тестирование. А также там проводятся голосования за следующие интересные девайсы для обзора. Всем, ребят, огромнейшее спасибо за внимание и поддержку. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok